Прежде всего, я хотел бы буквально в двух словах услышать об итогах работы вашего ведомства, но в разрезе, через таможенные службы, чтобы оценить ситуацию в нашей экономике. Вы понимаете, что таможня – это в большей степени, чем другие ведомства, зеркало нашей экономики. Поэтому ваша точка зрения, какие у нас есть узкие места, как мы развиваемся в этих сложных условиях мирового кризиса, связанного прежде всего с пандемией, и что надо предпринять в ближайшее время с вашей точки зрения для того, чтобы нам удержать экономику в этом году. Вторая такая тема, по которой вы мне должны доложить точку зрения таможни – это ситуация на белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах, а также на границе с Польшей. Если есть данные более обобщенные, то и с Украиной. Особенно, что касается двух балтийских государств – Литвы и Латвии. Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков в этом году, которые везут грузы в Беларусь, идут с Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то Литва недополучит, их логистические пункты недополучит где-то четверть. Вы знаете, что мы с Российской Федерацией ведем расчеты сейчас о переориентации грузов с этих балтийских государств на услугу в те порты. Прежде всего, это нефтепродукты, это калийное удобрение, да и других грузов у нас хватает. В связи с этой переориентацией, как таможенный комитет видит переориентацию этих грузов. И в развитии этого наши логистические центры, у нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе и для наших субъектов хозяйственных, и для субъектов хозяйственных стран Евразес, многие услуги оказываются в той же Литве. Совершенно верно. Но, насколько я информирую, в том числе и вами, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси. Вы как видите решение этой проблемы? Спасибо, уважаемый товарищ президент. Докладывая обстановку о статистике внешней торговли, которая сложилась за 8 месяцев текущего года, доложу, что через таможенную границу Республики Беларусь со странами Балтии, Польши, Украины за 8 месяцев пересекло границу 71 миллион тонн товаров, что на 15% ниже, чем по сравнению с прошлого года. В этой статистике, конечно, в том числе повлияла Российская Федерация, которая на 30% снизила объем нефтепродуктов, которые реализовывались для стран Западной Европы. Наше же уменьшение экспорта и импорта произошло только на 10%. В основном это железнодорожный транспорт. На автомобильных пунктах пропуска практически не отразилась ситуация на границе. Отразилась она по началу пандемии, когда общее снижение было потребительской покупательности населения как в Европе, так и в странах Еврозес произошло снижение грузопотоков, но уже все потоки восстанавливаются на сегодняшний день.